Ну, Раки, всем привет! Это прогноз на июнь месяц на моем YouTube-канале. Меня зовут Анна Крапеева. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии и получайте наслаждение от вашего прогноза на июнь. Солнце будет у вас в 12-м доме. Начнем с такого момента, что когда за месяц до своего дня рождения, Раки, вы знаете, что нужно, что сделать, особо не активничать. Вам подсвечивают ваше бессознательное, вы направляете свою жизнь внутрь в течение всего месяца. Нужно посмотреть, каким образом вы адаптируете свою энергию перед тем, как начать свой новый солнечный цикл уже, когда вы начнете праздновать свои дни рождения. Очень опасны детские модели поведения. Начинаете капризничать. Вам может казаться, что вас никто не видит, не слышит, никто вас не понимает. Все вас слышат, все вас видят, все вас понимают. Здесь просто самое время вам для того, чтобы вы самостоятельно подумали, не знаю, подвели итоги года, который у вас прошел. И самое время сейчас посмотреть, какие шаблоны неуместны уже, и что вы не хотите брать с собой в следующий год. Вам очень важно сейчас распознать и пережить в полном таком сознании все свои страхи, все свои фобии, которые у вас сформировались в течение года. Самое время заняться йогой и тоже уехать в какой-то ретрит. Очень будет круто. У вас заканчивается ваш год, год, который солнце проходило по всем вашим домам, поэтому время подведения итогов, время побыть наедине с собой и в тишине. Поэтому если у вас на июнь намечаются какие-то очень активные мероприятия, то лучше, конечно же, провести июнь больше в тишине и попытаться отложить ненужные дела, для того, чтобы себя не распылять. Чтобы вы были в таком классном состоянии и встретили свой Новый год жизни. Транзит Венеры будет у вас по 12-му дому. Это такой трудный 12-й дом, но при этом хорошая Венера. Говорит о том, что вы можете быть очень сильно, знаете, помочь всем, спасти, можете увлечься благотворительностью, решить, что вы просто, понимаете, адепт какого-то внутреннего счастья и покоя. Кстати, прикольный период, когда вам захочется помогать, вам захочется... С одной стороны, это классно, но будьте осторожны. Можете, если вы одиноки, вовлечься в отношения с тем, кто вас может обмануть. Может обмануть, потребовать у вас какие-то деньги, либо же может выдавать себя не за того человека, кем он является. Поэтому будьте осторожны. Также будет очень большое желание заняться благотворительной деятельностью, стать меценатом, стать человеком, который может помогать другим людям. В общем, такой благотворительный июнь у вас намечается. В личных отношениях вы очень захотите о ком-то заботиться. То есть вам захочется всем помогать, в том числе и вашему партнеру. Но не попадитесь в ловушку собственной благотворительности, когда вам прямо хочется так отдавать, что ж капец. Такое самоотречение и мученичество. Знаете, то есть араки вообще любят уходить в крайности, поэтому после июня это будет месяц такой действительно щедрости и заботы, но не уходите в перекос, в таком мученик, знаете, святой рак, святой рак, мученик июня. Вы можете делать для других, но осознанно, бескорыстно что-то делать, но без того, чтобы ожидать, что вам сейчас вот прям все спасибо должны сказать. Рискуйте обидеться, то есть просто предупреждаю. Также вы можете переживать свои какие-то психологические переживания и какие-то проблемы ваших отношений не могут выйти для вас на поверхность. Опять-таки какие-то старые обиды могут вынырнуть наверх. Также в это время лучше взять аскезу на какие-то покупки. Это вот тоже такой совет. Планета Марс, которая отвечает за цели и как мы их добиваемся, будет идти по 11 дому, говорит о том, что вы можете очень сильно ярко отстаивать свои интересы в кругу друзей и единомышленников. Вы можете вовлекаться в какие-то групповые отношения, можете эффективно достигать своих целей, можете работать совместно с другими. Такой будет противоречащий как бы июнь, потому что с одной стороны вам захочется вовлекаться в какие-то групповые виды деятельности, а с другой стороны вам захочется уделить больше внимания себе. И смотрите, насколько вы источаете свой ресурс. Опять-таки, исходя из того, что все планеты двигаются так, что вам захочется прямо всем помогать, вы можете вовлечься в какую-то благотворительную историю, впоследствии обидеться и не получить удовольствие. То есть, ну, смотрите, напишите в комментариях, как у вас это все там произойдет, да. Также эта энергия Марса, она представляет собой проблему. Может произойти конфликт у вас с вашими единомышленниками и с друзьями, потому что вы можете иметь собственное мнение, не такое, как имеют мнение другие люди, ваше окружение. Допустим, если вы работаете в команде, то вы можете ссориться из-за того, что вам кажется, что все не так, как вы видите, и что вы хотите как бы свои интересы, чтобы они учитывались и чтобы их учитывали. Вы не должны отрицать свое эго или подчинять себя потребностям других людей. То есть, в июне месяце вам придется находить компромиссы. Но через, опять-таки, то, что будет выходить на поверхность сложности, какая-то, возможно, недопонимание и конфликты. То есть, тут у нас конфликт между вашими потребностями, потребностями группы людей. И вот будете искать в этом баланс. Может быть прекрасное время для групповой активной деятельности. Опять-таки, помните, можете поссориться с кем-то из друзей. Очень активное время может быть у вас вместе с детьми. И дети могут у вас забирать энергию тоже. Не ставьте себя на второй план по отношению к другим. А из-за этого потом впоследствии сами можете от этого пострадать. Юпитер, планета расширения и планета, которая связанная с удачей и счастьем, заходит в ваш 12-й дом. Слушайте, раки, я не знаю, что там у вас происходит, но вы прямо хотите посвятить свой год самопожертвованию. Я не знаю, лечь там, берите, таскайте меня весь такой. Или же, возможно, вы станете каким-то там святым. Или вы хотите уйти в какую-то очень сильно духовную жизнь, потому что проработка себя, своих эмоций и своего подсознания. То есть стопудово вы или увлечетесь эзотерикой, начнете изучать что-то, вам захочется, второго картишки, вот эта вот вся история. Вам захочется узнать глубину, я не знаю, пройти курсы по NLP, психология. Вот что-то в этом роде. Потому что вам вот прям хочется быть полезным для других. Вот если вот вы не полезны, то вы прям не выходите из ракушки своей, знаете. Также в это время вы можете узнать о духовных, религиозных аспектах жизни. Вы этим заинтересуетесь. Возможно, вам захочется куда-то поехать. Для вас то, что вы считаете духовным местом, вы туда поедете. Вот, вам захочется. Мы также можете найти человека, который станет для вас духовным учителем. В этот период вы можете встречать людей, которые будут являться для вас духовными учителями. Вы можете, также вы можете сыграть вот эту роль духовного учителя для другого человека. Так что очень интересный такой период у вас в июне. Смотрите на то, что вас окружает. И вот метафизика и оккультизм с вами. Очень важно обращаться к своей душе, к психологу, тоже ли к астрологу, потому что вы будете ощущать в этой информации поддержку для себя и своего роста. Это был прогноз на июнь месяц для вас, Раки. До скорых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии, ставьте лайки. Для меня это очень важно. Я все это вижу и читаю. Пока.